Вот, друзья мои, свет — это тоже колебания. И чем выше колебания, тем свет кажется более фиолетовым. Чем ниже частота колебания, тем он кажется более красным. Ну вот сейчас мы посмотрим, как выглядит излучение какой-нибудь группы атомов. Оптическим спектром называется зависимость интенсивности излучения от его частоты. Для изучения спектров светящихся тел используются специальные приборы, называемые спектрометрами. Простейший спектрометр устроен следующим образом. Изучаемое излучение пропускается через узкую щель и с помощью линзы фокусируется на экране. Если мы возьмем обычную лампочку, накаливание, пропустим свет через узкую щель и направим на стеклянную призму, то колебания разных частот пойдут под разными углами. Красные колебания отклонятся на один угол, фиолетовое звучание — на другую. И поэтому, пропуская белый свет через такой спектральный прибор, мы на экране увидим изображение щели в разных цветах. Получится радуга. Это будет разложение света в спектр. Вот таким непрерывным спектром светят практически все атомы, все твердые тела. А вот в этой колбе сейчас находится каменька ртути. Она испаряется, и поэтому в этой колбе имеются пары ртути. Если теперь в этой колбе зажечь разряд, то так как атомы ртути находятся далеко друг от друга, они излучают свет практически независимо друг от друга. И вы видите, как излучает свет отдельный атом. Он излучает не все цвета, а отдельные узкие линии. Эти узкие линии называются спектром. Каждый тип атомов излучает свой неповторимый спектром. Вот в ртути — это оранжевая линия, зеленая линия, две слабенькие и синие линии, и фиолетовая линия. Так светится ртути. Водород светится по-другому, гелий по-другому и так далее. Так вот когда те, кто занимается астрономией, догадались пропустить излучение звезд через такой прибор, то оказалось, что звезды светят всего двумя характерными видами спектра. Это водород и гелий. Оказалось, что звезды состоят из водорода и гелия. И больше там ничего нет. Это было, конечно, большое разочарование. Мы-то думали, что звезды — это угол, а это всего лишь горящие шары из водорода и гелия. Правда, вот здесь оказалась одна неожиданность. Оказалось, что чем дальше звезды от нас находятся, тем их спектр смещен все больше и больше в красную область. Он выглядит совершенно одинаково у всех. Там светятся только водород и гелий. Но водород и гелий у далеких звезд светятся более красным, чем у близких. Вот это именение получило название «красного смещения коллапсов». Тогда возник вопрос. Почему свет от далеких звезд к нам приходит более красным, чем свет от звезд к близких? Ну, первое, что приходит в голову, — это считать, что в космосе разлита красная краска. И свет пока оттуда идет, он краснеет. Но вот сколько не запускали спутники, сколько не смотрели в телескопы, оказалось, что ничего, во всяком случае, вблизи нас, в космосе, недалеко от Земли, от Солнечной системы, ничего, что могло бы играть роль красной краски, вроде как нет. Ну и вот тогда американский астрофизик, который впервые заметил красное смещение, его фамилия была Хабблд, где-то в 60-е годы, теперь уже прошлого, 20-го века, высказал предположение о том, что красное смещение вызвано тем, что звезды от нас убегают. Это самый обычный эффект доплива. Если источник света убегает, то частота излучения уменьшается. И поэтому, если действительно красное смещение связано с разбеганием звезд, все выглядит примерно так. Вот здесь находимся мы, на Солнце, на Земле, на тех расстояниях, на которых я рисую картинку, неважно, где мы находимся, на Земле или на Солнце, мы находимся в одной точке пространства. Вот если здесь находится звезда, то она убегает сюда. Если здесь находится звезда, она убегает сюда, но с большей скоростью. И чем дальше от нас звезды, тем с большей скоростью они от нас убегают. И скорость убегания звезды, это есть некоторая константа, которая получила название постоянный хаут, на расстоянии до этой звезды. Вот если действительно красное смещение связано с убеганием от нас звезд, то в нашем мире выполняется вот такой закон избегания. Тут погодите. Вам не кажется, что это немножко нескромно? Это что же, мы с вами находимся в центре мира. Если от нас все звезды разбегаются. Когда-то считали, что Земля – центр мира, потом решили, что нет, Земля – не центр мира. Центр мира – это Солнце, а Земля крутится вокруг Солнца. Это одна из световых планет. Потом поняли, что нет, Солнце – это никакой не центр мира. Солнце где-то находится на краю галактики, среди кучи других звезд. А теперь вдруг оказалось, что мы снова в центре мира. Мы то место, откуда все разбегаются. Ну вот над этой задачей, я думаю, вы подумаете сами. Доказать, что если закон разбегания звезд только такой, то есть скорость разбегания пропорциональна расстоянию до звезды. Вот это радиус вектор f, направленный к этой звезде, а это скорость прибегания. То любой наблюдатель, сидящий на любой другой звезде, увидит, что звезды разбегаются от него по такому же закону. То есть нам кажется, что от нас все разбегаются, а тому, кто сидит здесь, кажется, что от него все разбегаются. Нет, ну то, что мы-то от него улетаем, это понятно. А вот будет ли эта звезда относительно него бежать в этом направлении и с нужной скоростью? Попробуйте посчитать. Кстати, это олимпиадная задача городской олимпиады, когда я учился в школе для восьмого класса. А теперь я задам вам еще один очень неприятный вопрос. А как вы думаете, наш космос конечен или бесконечен? Ну вот пока не знали, что вселенная расширяется, а вообще считали, что космос конечен. Но действительно, трудно себе представить, что когда летишь-летишь на космическом корабле, то долетаешь до какой-то стенки, на которой написано «конец мира», а дальше лететь нельзя. Такую картинку как-то не хочется себе рисовать, потому что сразу же возникает мерзкий вопрос. А если в стенке пройдуть дырку и выплюнуть сюда? Что там? На этот вопрос отключить не могут. Поэтому считалось раньше, во времена Ньютона, что космос устроен примерно так же. Весь мир забит звездами, разномерно, и вот так звезды до бесконцового протестуют. На самом деле это не верно. Такого быть не может. Еще Ньютон понимал, что это уже не может. Я объясню почему. Хорошо известно, что яркость света от точечного источника, от фонаря, спадает, как квадрат расстояния до фонаря. То есть если вы фонарь удалили в два раза, яркость упадет в свет в четыре. А альфа – это коэффициент, который показывает, насколько ярко фонарь света. Давайте для начала считать, что мы живем во Вселенной в виде шара радиусом R. А здесь натыканы звезды. Мы для простоты находимся в центре Вселенной. Давайте оценим, сколько света к нам придет от звезд во Вселенной. Для начала мы с вами перенесем все звезды на край нашего мира. При этом у нас будет светлее или темнее, если мы удалим все звезды от нас на край Вселенной? Темнее. Давайте посчитаем, сколько света будет в этом случае. Суммарная интенсивность света будет равна, сколько света придет от одной звезды на границе, альфа на R в квадрате. На число звезд. Мы будем считать, что все звезды светят примерно с одинаковыми силами. А как сосчитать число звезд? Надо взять концентрацию звезд и умножить на объем Вселенной. А чему равен объем шарика? 4,9 πr в кубе. Посмотрите, какая неприятность. R в кубе. А здесь R в квадрате. Таким образом, мы получаем, что интенсивность света от звезд не меньше, чем величина пропорциональная радиуса нашего космоса. Но если мы хотим считать наш космос бесконечным, то мы получаем, что количество света, неходящего от всех звезд, должно быть каким? Бесконечно большим. И ночное небо должно светиться бесконечно ярким. То, что я вам сейчас рассказал, называется параллозом ночного неба. Если мы считаем, что космос бесконечный и до без конца заполнен звездами, сейчас на улице должно быть бесконечно светло. Да? А если, в принципе, бесконечный, то просто цикличный. То есть здесь определенный цикл временной, который начинает все зажигаться, и весь свет просто не успеет до конца цикла как-то идти. А, что они когда-то все загорелись недавно, а технически свет не дошел всток? Мне трудно придумать механизм, который заставит все звезды, находящиеся на расстоянии миллиард лет друг от друга, одновременно загореться. Кто их... Однако все астрономические напределения показывают, что вроде бы с удалением звезд меньше не становятся. И теперь есть другая точка зрения. Если чем же дальше от звезды дарается, тем темнее должно быть у нас, нет? Да, но только дальше их там гораздо больше. Когда дальше от звезд свет это приходит мало, но тут места много, и поэтому звезды. И число звезд растет быстрее, чем спадает свет. Свет спадает как единица на р в кубе, а число звезды... Свет спадает как единица на р в квадрате, а число звезд растет как р в кубе. И теперь не выше. Теперь есть другая возможность. Если мы договорились, что звезды от нас распрягаются, по такому закону V равно H на R, то есть расстояние, на котором звезды от нас убегают со скоростью света. Тогда у нашего космоса есть граница. И эта граница убегает от нас со скоростью света. Если вы скажете, нам трудно представить себе границу, а что будет, если я подключу к этой границе и загляну туда? Я не хочу отвечать на этот вопрос, поскольку вначале ответил мне, а как ты доберешься до границы, которая убегает от нас со скоростью света? Нам ее не догнать. И поэтому обсуждать, что происходит за той границей без смысла, мы не можем поставить такой эксперимент, чтобы добраться до границы Вселенной, которая убегает от нас со скоростью света. Поэтому если мы принимаем модель такой расширяющейся Вселенной, пожалуйста, никакой бесконечного космоса не нужно. Космос может быть конечным, но граница от нас убегает. И нам до нее не дадутся. Эта модель вполне разумная. И некоторое время считалось, что так оно может и быть, но потом придумали модель гораздо более удобную и более изощренную. И вот сейчас вам придется немножечко пофантазировать. Попробуйте представить себе двумерных существ. Эти двумерные существа умеют ползать по доске, но не могут сюда выпрыгнуть. Ну, такие плоские тараканы. Или пулки, неважно. Они ползают на двумерной плоскости. Если они живут на этой доске, у них безграничный мир? Не помню. Вон граница. Они живут в ограниченном мире. Они живут в конечном ограниченном мире. Нам очень не хочется считать, что наш мир ограничен. Поскольку нам трудно представить себе границу, ограничивающую наш мир. А вот нельзя ли себе представить мир, у которого границ нет, но чтобы мир оказался конечным? Оказывается, можно. Давайте ночью, когда все тараканы спят. Я напоминаю, они плоские. Перенесем их на глобус. Они просыпаются и по-прежнему думают, что живут на плоскости. Ведь плоский двумерный таракан не может представить себе шар. Для того, чтобы представить себе шар, надо быть трехмерным. А они плоские. И они по-прежнему считают, что они живут на плоскости. Но посмотрите, какой странный уник мир. Если он поползет по своей плоскости туда, то рано или поздно откуда он приползет? Оттуда. Во-вторых, есть ли граница у их мира? Нет. Куда не ползи, никогда не доползешь до стенки, на которой записано, дальше ползти нельзя. Ползти можно куда угодно, до бесконечности. Правда, рано или поздно вернешься в точку старта. Скажите, границ у их мира нету. А бесконечен ли их мир? Конечен. Поверхность глобуса конечна. То есть, оказывается, можно представить себе мир, у которого границ нету, но он прескан, конечен. Правда, цена такого мира очень непростая. Чему такая сумма у глобки и гоника? 180 грамм. Точно? Это в плоском мире. А вот в этом мире обычная геометрия не работает. Пусть это глобус. Есть ли два меридиана, которые стартуют с северного полюса под прямым глобным углом? Понятно? Вот. Понимаешь? Скажите, пожалуйста, под каким углом меридианы пересекают в город? И так, в этом мире можно нарисовать треугольник, у которого сумма угла 200-70 градусов. Вы скажете, да нет, это же не треугольник, он кривой. Это мы с вами треугольник видим, что он кривой. А они-то плоские. Не видят кривизны мира? Поскольку они считают, что живут на плоскости. И они скажут, что у них и геометрия их глида не работает. Кстати, если они живут в таком мире, и мы сюда нанесем точки, которые будут светиться, а не будут звезды, у нас сколько звезд окажется в таком мире? Конечное количество. Но теперь догадываетесь, к чему я кланю? Я кланю к тому, что все вы являетесь плоскими трехмерными тараканами, живущими в кривом мире, мерность которого больше, чем здесь. И в этом кривом мире границ нету, но объемы конечный. Осталось только сообразить, а как здесь устроено разбегание. Почему звезды разбегаются в разные стороны? Современные представления о расширении Вселенной можно проиллюстрировать на простом геометрическом примере с искривленной двумерной поверхностью. Попробуйте представить себе гипотетических двумерных существ, проживающих на поверхности этого шарика. Из-за того, что существа обладают только двумя измерениями, они не способны вообразить себе объемного трехмерного тела и считают, что находятся на плоскости. Однако их мир очень необычен. Несмотря на то, что границы у этого мира отсутствуют, его объем, то есть поверхность шарика, оказывается конечным. Если теперь на эту поверхность с некоторой заданной плотностью нанести точки, которые будут у нас символизировать звезды, то их число окажется ограниченным. При увеличении радиуса сферы расстояние между любыми двумя точками ее поверхности будет увеличиваться. Таким образом звезды будут разбегаться. Очевидный для нас с вами ответ на вопрос о том, куда разбегаются звезды, для двумерных существ, живущих на этой Вселенной, оказывается бессмысленным, ведь они не могут представить себе тело, расширяющегося в трехмерном пространстве. Существует несколько способов убедить двумерных существ в том, что они живут не на плоскости, а в искребленном пространстве, где они выполняются законы геометрии Евклида. Во-первых, двумерное существо может отправиться в кругосветное путешествие и спустя некоторое время с удивлением вернуться в точку своего старта. Более простым доказательством неевклидовости пространства может оказаться измерение суммы углов треугольника. Так в нашем примере нетрудно нарисовать треугольник, у которого все три угла прямые, и их сумма составляет 270 градусов, вместо обычных 180. Давайте еще раз понаблюдаем за разбеганием галактик в двумерном мире. Скорость удаления звезд друг от друга оказывается пропорциональной расстоянию между ними, то есть выполняется закон Хаббла. Сегодня трудно дать однозначный ответ на вопрос, чем закончится расширение Вселенной. Ведь любая случайность, вроде встречи с дверью, где она совсем не обязательно черной, может привести поистине к катастрофическим последствиям для нашего мира. Вот так все и закончится рано. Хорошо, пока мы все с вами говорили про равномерное движение, несколько слов про равноускоренное. Итак, если у нас ускорение вдоль какой-то координаты во времени не меняется, то площадь под графиком равняется, с одной стороны, приращению скорости, давайте я напишу, что это диоксидный координат для Х, Л, Г, Н, З, которая будет равна площадь под прямоугольником, понятно, что это такое, это ускорение на Д. Итак, приращение скорости это АТ. Ну, конечно, в том случае, если А равно константе, если ускорение постоянно. Тогда скорость вдоль к ситой координаты в момент времени Т равна начальной скорости вдоль этой координаты плюс приращение скорости А к ситой. Таким образом, зависимость скорости при равном ускоренном движении от времени дается линейной функции. Это у нас значение скорости от нуля, а дальше она так возрастает. Если мы хотим найти перемещение тела вдоль этой координаты, то нам нужно сосчитать площадь под графиком скорости. Это очень просто сделать, поскольку фигура оказалась простой. Это трапеция. Чему равна площадь трапеции? Надо взять половину от суммы оснований. Это основание векси Т от нуля. А это основание значение скорости векси Т в момент времени Т. То есть вот столько. И полусумму оснований значит это векси. Вот это у нас векси Т от нуля плюс аекси Т Т. Вот эта сторона трапеции. И полусумму оснований надо угородить на высоту, то есть напряжение. Тому получается векси Т от нуля Т плюс одна вторая аекси Т от квадрата. Но если мы нашли приращение координат, то легко найти саму координат. r, c, t, r, t надо взять начальное значение координаты в момент времени 0 и добавить к нему приращение координат. Собственно говоря, больше ничего не надо знать про равноускоренное движение. Одна формула и вторая. Вообще говоря, каждую из этих формул надо написать три раза, когда вместо хси подставить х, у и з. Так они делают. Отпишут формулы в векторном виде. Я их сейчас еще раз запишу, а вы наверняка их вспомните, что при ровноускоренном движении скорость тела в момент времени t равна начальной скорости плюс a, t. А положение тела или его радиус вектор в любой момент времени t это начальное положение плюс плюс в n у него t плюс одна вторая а, t квадрат. Кроме этих двух формул про равноускоренное движение знать ничего не надо. Ну и вот теперь я хотел бы немножечко просматривать ситуацию движения тела с постоянным скоростью. Ситуация номер один. Пусть тело в начальный момент времени поплылось, а потом начало падать. Ну, наверное, мы знаем, что в этом случае скорость тела будет увеличиваться по линейному закону. А как устроены пути, которые проходит тело при свободном потере? Давайте попробуем на это посмотреть. Попробуем. Попробуем. что оно проходит в промежутке пути, которые относятся как последовательные нечестные числа. То есть, если за первую секунду потери тела прошло столько, то за вторую секунду оно пройдет три раза. Три раза большее расстояние. Следующие пять, следующие семь и так далее. Вот есть такое интересное свойство равноускоренного движения, которое возникает в том случае, если вначале тело поплылось. Попробуем в этом убедиться. Попробуем убедиться в том, что первоначально покоившееся тело в случае равноускоренного движения за равные промежутки времени проходят отрезки пути, относящиеся между собой как последовательные нечетные числа. Если друг оказался вдруг и не друг и не враг а так Если сразу не разберешь Плохо он или хорош Парня в горы тяни Рискни Не бросай одного Его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь кто такой Если парень в горах не ах Если сразу раскис и вниз Шаг ступил на ледник и сник Оступился и в крик Мальчиком больше мальчиком меньше Значит рядом с тобой чужой Итак эффект свободного или почти свободного падения наблюдаем достаточно просто Но для того чтобы показать что при таком падении выполняется соотношение отрезков 1 3 и 7 и так далее придется немного подругиться Для начала замедлим свободное падение разбив видеозапись на кадры и увеличив длительность демонстрации каждого из них Таким образом процесс свободного падения разбит на отдельные кадры каждый из которых соответствует временному отрезку длительностью в 1 25 секунды Проблема состоит лишь в том что во время видеосъемки камера не была неподвижной что несколько затрудняет процедуру измерения отрезков пройденных путей Для этого можно в редакторе Photoshop наложить все 43 кадра один на другой совместив их друг с другом по какому-нибудь заметному и малоподвижному элементу например толстой ветке сосны Теперь остается выделить положение головы падающего тела в каждом третьем кадре и внимательно рассмотреть получившуюся таким образом последовательность точек Вот если теперь мы будем измерять отношение отрезков по вертикали между этими точками то мы с очень хорошей точностью получим отношение чисел 1, 3, 5 и так далее Возникает вопрос а как это можно доказать Сейчас я вам покажу доказательство этого свойства которое почти устное Конечно можно писать формулы и можно написав примерно полстранический цитратик в выкладах доказать что так будет аналитически то есть получить это испорт Кстати хорошее упражнение на твердость вашего лубов на выполнение такой математической задачи Хотя ничего сложного в этом где-то берете уравнение движения и как-то из него получаете я буду это доказывать графически если у нас движение равноускоренное то графиком скорости от времени что будет? Прямая стартующая с начала кардина Давайте отложим равные промежутки времени Как по графику скорости можно найти пути? Говорили это площади от графика Поэтому за первую секунду проявить это площадь треугольничка за вторую секунду площадь такой троперции за третью секунду эти троперции и так далее Нам осталось доказать что площади этих фигур относятся как последовательные нечетные числа сейчас я вам это очень легко докажу Считаем 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 Вся ремня доказана Ну тут надо еще сделать некоторые мелочи доказать что эти треугольнички равны между собой но господа это простая математия кстати кстати если вы беседуете с физиком и с дрожью в голосе и говорите я сейчас докажу математическую теорему вы никого этим не умеете если вы говорите я возьму сейчас интеграл ну бери что-то сложно еще 200 лет назад и сахниют он это умел делать но вот если вы не умеете доказывать математических теорем брать интеграл дифференцировать и так далее то это плохо но сейчас вас еще в школе наверное не всех научили это делать ну скоро научатся в школе не научатся это все очень просто ну как доказать что треугольнички равны ну наверное как они все прямоугольные у них у всех одинаковые длиннокатета потому что через равные промежутки уедены а поскольку это прямая линия что за эти уголочки можно сказать они равны но для треугольных треугольничков равенства катета и острого угла наверное вполне достаточно для того чтобы что они равны но самое интересное движение возникает когда тело бросает под углом к горизонту если мы тело бросаем под углом к горизонту то для решения задачи о движении такого тела надо писать длинные формулы их обычно ребята боятся писать считая что они сложные я вам скажу одну вещь формулы движения тела брошенного под углом горизонту не надо не заучивать не надо всех поувозить их не надо записать на шпарбалки их вообще не надо знать их надо быстро уметь побоить длинные делается это очень просто сперва выберем удобную систему координат ось x направим вдоль земли ось y направим вверх а ось z направим на начальная скорость просмотрим эту скорость можно разложить на две составляющие эта составляющая скорость в с ноликом x будет равна в с ноликом на косинус угла а согласен а эта составляющая равна длина гипотенузе на этот то есть в с ноликом y равняется в с ноликом на синус а дальше берем первое равенство и проектируем его на три оси координат ну например vx от t равняется v с ноликом x v с ноликом поиску сайта плюс проекция ускорения на ось x а куда у нас смотрят ускорение когда мы кидаем камни все тела вблизи земли испытывают ускорение свободного потения направленной вертикальной вниз чему равна проекция этого вектора на ось x в x от t v с ноликом в проекции на y это v с ноликом в синус а а вот теперь проекция ускорения на ось y равна минус g потому что вектор g сможет против ось y минус g ну и наконец vz от t чему равна проекция начальной скорости на ось z которая торчит полностью нулю чему равна проекция ускорения на ось z так устроена скорость теперь пишем координаты rx от t берем эту формулу кстати начало координат взяли в точке броска тела поэтому r с ноликом равно нулю не пишем v нулевое x это v нулевое косинус а умножить на t проекция ускорения на ось x равно нулю все больше ничего нет r y от t начальное положение поеду к 0 не пишем начальная скорость по y v с ноликом синус а умножить на t плюс одна вторая проекция а на ось y это минус g поэтому вместо плюса я поставлю знак минус и напишу t в квадрате ну и наконец последнее усилие r z от t проекция всех векторов на ось z равно нулю ну а теперь мы получили зависимость скорости частицы от времени и координат мы теперь знаем абсолютно все например вдоль аси z скорость всегда 0 и координата равна нулю это означает что камень брошенный так в эту сторону не полетит это означает что движение брошенного под углом горизонта тела является плоской плоской траектории или же плоскости посмотрим вот на эту формулу и на это смотрите по x скорость постоянно а координаты являются лилейной функцией времени это при каком движении бывает при равномерном прямолинейном поэтому по x тень камня движется равномерное прямолинейное а по y а по y скорость устроена вот так а координаты вот так а это просто движение тела брошенного вертикально вверх таким образом движение тела брошенного по другому горизонту есть сумма двух движений равномерного движения по оси x и равном скоренному движению с ускорением смотрящим вниз выросли все больше ничего знать про движение такого тела не нужно ну например мы хотим узнать дальность полета тела как это сделать сперва найдем время полета тела время полета тела ищется очень просто в момент падения тела на землю чу равна координата y нулю поэтому чтобы найти время полета тела приравняем нулю r ищется что получится 0 равняется v нулевое синус давайте время полета обозначим буквой t минус одна вторая gt квадрат уравнение вот из этого уравнения мы найдем t мы найдем время полета у этого уравнения два корня смотрите t можно вынести за помощью тогда получится t v нулевое синус альфа минус одна вторая gt поэтому у нашего уравнения имеется два корня корень первый t равно нулю как это время полета равно нулю ну давайте найдем второй корень а второй корень это когда скобочка равна нулю это 2 в нулевое синус альфа делить на g осталось понять что значат эти корни и почему их делали да совершенно просто формулы математические глупые мы спросили в какой момент времени и высота равно нулю формулы ответили здесь и здесь первый корень это когда мы тело бросили второй корень когда тело упало как найти теперь дальность полета а x это расстояние в любой момент времени поэтому сюда надо вместо t что поставить время полета если мы сюда поставим t мы получим дальность полета но полета 4 как высота подъема найти нулю x равня нулю ксову координату координату Время подъема работало в виде времени полета, да? А почему? А кто сказал, что время движения вверх равно времени движения вверх? И что? Ну, тут есть много способов работать. Первое. Вот в этой точке скорость, направленная по оси y, обращается в нуль. До этого скорость была положительной, стало отрицательной. Приравняйте нулю это выражение, и получится, что время подъема равно v нулевое синус альфа делив на g. А время полета 2v нулевое синус альфа на g, да, действительно, время подъема в два раза меньше, чем время подъема. Видно, да? Оставьте здесь то, и найдете время подъема. Есть другой способ. Нарисовать... Ну, а где это нарисую? График зависимости скорости по y от времени. Прямоугольничек вот этот, его площадь, это путь, который тело прошло, летя вверх. Площадь этого прямоугольного треугольника, это путь, который тело прошло вниз. Что можно сказать, где пройдет вверх и вниз? Одинаково. Площадь этих двух треугольничек одинаковая. Кроме того, у них общие острые углы. Я думаю, что для прямоугольного треугольничка равенство острых углов и равенство площадей достаточно, чтобы два прямоугольных треугольничка равны другому. Закажите. Это простая геометрия. Если так, то этот катет равен этому, значит, время подъема равно другому искусству. Поэтому, если время полета мы подставим сюда, мы найдем высоту подъема. Ну и, наконец, последнее, что можно сделать из этих формул. Давайте из первой формулы выразим время и подставим во вторую формулу. И тогда мы получим связь Y-ковой координаты с X-овой. А если мы получим, как Y зависит от X, мы получим то, что называется уравнением траектории. Ну давайте я вот наверху сотру здесь, и эту последнюю вещь сделаю. Итак, чтобы было покороче, я буду писать не Rx и Ry, а просто X и Y. Тогда из этого равенства следует, что T равняется X делить на образцовое конкурсинус А. А теперь этот T подставим в выражение для Y, или для Ry, как я раньше писал. Y равняется V нулевое синус А. А вместо T X делить на V нулевое конкурсинус А. Минус одна вторая G, а вместо T в квадрате ставим X в квадрате. На V нулевое в квадрате, 8 в квадрате. Ну осталось чуть-чуть перечесать этот результат. V нулевое сокращается, поэтому получается T альфа, я дышу его в скобочках, умножить на X, минус G на 2 V с ноликом квадрат косинус квадрат альфа на X в квадрате. Посмотрите на то, что у нас получилось. Y является квадратичной функцией от X. Поэтому график зависимости Y от X будет копыт. Параболы. Перед X в квадрате, перед X стоит со знаком минус. Куда будет дорогая парабола? Внизу. И кроме того, при X равном нулю, Y обращается в ноль. Эта парабола проходит через начало кардинала. Итак, мы договорились, что траектория тела, брошенного к другому предзонту, является чем? Параболой. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Мы отправляемся в Петродворец не только для того, чтобы полюбоваться красотой его фонтанов и парков. Здесь имеется все необходимое для изучения движения тела, брошенного под углом к горизонту с заданной начальной скоростью. Форма струи фонтана в основном определяется тремя силами. Силой тяжести, силой вязкого трения о воздух и силами поверхностного натяжения. При этом сила тяжести играет доминирующую роль в рассматриваемом явлении природы. Напомню, что в идеальном случае траекторией тела, брошенного под углом к горизонту, является парабола. Именно такой кривой в первом приближении и соответствует форма струи фонтана. Также известно, что траекторией метел, брошенных из одной точки с одинаковой начальной скоростью под разными углами к горизонту, является семейство парабол, огибающее которых также задается параболической функцией. Именно это интересное свойство может быть прекрасно продемонстрировано при помощи фонтана «Солнышко». Итак, поясняю. Каждая из струй этого фонтана – это парабол. Но вот если мы проведем кривую, которая огибает все струи, она нарисована здесь в красном цвете, это оказывается тоже парабол. Вот это вовсе не термиальное свойство движения тел, брошенных под углом к горизонту. Это свойство я вам не буду доказывать, поскольку оно достаточно сложно доказывается. Я помню, как-то она, эта задача была на городской олимпиаде в большинстве до 11 класса. Если кому-то интересно, я вам предлагаю не учиться, а просто почитать очень хорошую книжку, книжку Евгения Ивановича Бутикова «Физика. Вопросы и задачи». Там эта задача решается. Ну вот сейчас на этой компьютерной программе будет моделироваться движение тела, брошенных на другом горизонте. Компьютер просто считает силы, действующие на каждое тело, и в каждый момент считает, что движение ровно ускоренное. За небольшой промежуток времени смотрит, куда сместилось тело, снова считает силы, снова и так далее. Он говорит, так и рисует картину. Ну вот сейчас мы посмотрим, во-первых, как движется семейство тело, брошенных за одной кишки. Кстати, обратите внимание, все тело, брошенные за одной точкой с одинаковой скоростью в разные стороны, в каждый момент времени находятся на поверхности окружности. А мы можем это доказать? Легко. С каким ускорением движется каждый из этих звездочек? Ж. Давайте в момент броска наблюдателя отпустим с нулевой начальной скоростью. С каким ускорением он начнет падать вниз? Тогда для него, падающего с ускорением Ж, звездочки, с каким ускорением движутся? Ноль. То есть они движутся равномерно и прямолинейно. Во все стороны с одинаковой скоростью. Где они будут находиться? На поверхности окружности. Доказать. Осталось доказать, что огибающей траекторией будет парабел. Мы с вами знаем, что вблизи Земли все тела летают по какой траектории? По парабел. Посмотрите, вот там камень без зеленой траектории. Он сейчас запущен с такой скоростью, что его траектория точно окажется огибающей всех остальных. Но мы-то знаем, что его траектория парабела. Поэтому мы увидим, что огибающей действительно парабелой является. Ну, поехали. Я вам сказал очень хорошую идею о том, что для решения задач. О движении тела, брошенного по другому горизонту, очень полезно переходить в систему отсчета, связанную с падающим наблюдателем. Итак, на шапке висит Винни-Пух на высоте А. А на расстоянии Л от того места, куда Винни-Пух предстоит упасть, с пушкой стоит Пятачок. Как вы знаете, Пятачок стреляет в Винни-Пух. В момент выстрела Винни-Пух отпускает ниточку шарика и начинает парать. Спрашивается, под каким углом и с какой начальной скоростью Пятачок должен выпустить гидро из пушки для того, чтобы Винни-Пух не почувствовал удара на землю. Вы поняли, что вас спрашивают? Конечно. Под каким углом и с какой начальной скоростью надо пострелять, чтобы Винни-Пух не ойкнул ударившись по землю. До того, как он упадет. Чтобы решить эту задачу легко, я предлагаю вам попытаться рассмотреть то, что происходит с точки зрения Винни-Пуха. А бедный падающий Винни-Пух будет считать, что он стоит на месте. А что будет делать земля? А земля с ускорением G полетит к нему. А что будет делать снаряд? А с каким ускорением будет лететь снаряд? С точки зрения Винни-Пуха. У Винни-Пуха ускорение G и у снаряда ускорение G. Поэтому снаряд относительно Винни-Пуха полетит без ускорения. То есть как? Равномерно и прямоленее. Это для нас с вами на земле снаряд полетит по параметре. А с точки зрения падающего Винни-Пуха снаряд полетит по прямой линии. Поэтому куда целиться надо этой точкой? Точно в Винни-Пуха. Потому что после выстрела снаряд для Винни-Пуха полетит прямо и прилетит к нему. На самом деле каждый Винни-Пух будет падать. И снаряд надстегнет его где-то здесь. Но это так будет казаться нам, находящимся на земле. А Винни-Пуху будет казаться совсем по-другому. Ему будет казаться, что он на месте. Снаряд к нему летит по прямой линии. С какой скоростью? Восьмой летит. А земля с ускорением же несется наверх. И с точки зрения Винни-Пуха вопрос стоит там. С какой скоростью должен лететь снаряд, чтобы он долетел до Винни-Пуха раньше, чем земля? Ну, по-моему, совсем просто. Собственно говоря, я уже решил задачу. h равно же t квадрат пополам. Поэтому время, за которое земля залетит до Винни-Пуха, это корень из 2h делит на g. Какое расстояние надо пролететь снаряд? С точки зрения неподвижного Винни-Пуха. Кольный квадратный и зельный квадрат. Плюс h кольный. Тянули по полу. За какое время пролетит это расстояние снаряда, если он не летит с постоянной скоростью? Надо путь, который надо преодолеть снарядом, поделить на его скорость. А его скорость постоянная, R-с-норит. С точки зрения подвижного Винни-Пуха. Осталось потребовать, чтобы t большое было меньше, чем t малое. Отсюда мы находим 8-м. Задача решена. Выбирайте удобную систему f счетов. Но поскольку эту задачу я вам решил, а давайте, кстати, посмотрим, попадем на глини-Пуха, сейчас у нас скорость снаряда имеет компонент значит, Минни-Пуха висит точно по диагонали под 45 градусов от снаряда поэтому надо стрелять под каким углом? 45. А у нас компоненты скорости в основе 25 и 39, не 45 градусов. Поэтому сейчас мы на это промажем. Ну давайте проверим. И вертикальную скорость сделаем в равной горизонтальной. Сейчас мы целимся точно в Винни-Пуха и начальная скорость снаряда направлена прямо на него. Все получилось. Ну поскольку эту задачу я решил, я под конец вам для размышлений на следующую действительно сложную задачу я ее когда-то сам придумал для вступительных экзаменов. Когда я ее придумал, мне сказали, ну ты вообще кровавый человек, никто этого не решит никогда. Ну потом ее разобрали, все выучили решение этой задачи и теперь эту задачу предлагают сплошь и рядом. И на Олимпиадах, и на экзаменах в разных уровнях. Задачка такая. В асфальтовой дороге сделали яму глубиной аж длиной эль. Здесь мы запускаем маленький футбольный, не теннисный мяч, который может прыгать, отражаясь от всех сил в углу. Спрашивается, с какой скоростью надо запустить мячик для того, чтобы он выскочил из ямы и когда-нибудь приехал в точку А. Тут высота на том же уровне. Пока задача простая. Теперь задача будет страшная. Найти все решения. До первого решения народ почти сразу догадывает все. Тук. Тук. Какое есть еще решение? А, наверное, такое. Тук. 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 А потом можно, если попробовать им еще больше, но если подумать, есть куда более страшное решение. Тук. 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 Подсказка. Чтобы с этим разобраться, надо независимо рассматривать движение по горизонтали. А как будет двигаться по горизонтали шеи? Со скоростью в основе суда отразиться со скоростью минус в основе суда и по горизонтали шеи они будут двигаться с постоянной скоростью либо плюс, либо минус в основе. А по вертикали как он будет двигаться. А прыгайте меру внизу. А когда он выскочит из яма? А он выскочит из яма в том случае, если он одновременно окажется у правой стенки и на какой высоте? На нашей высоте. Если вы независимо рассмотрите горизонтальное и вертикальное движение и потребуете, чтобы шарик одновременно оказался у стенки на нужной высоте, то все получится. Но по секрету скажу, что у этой задачи дважды бесконечный набор решения. А скорость постоянная? Какая? Ну, внуливая. По горизонтали, да, а по вертикали она все меняется. Так же равно, внули, да. А он же не выскочит вообще. Почему? Ну, скоро же глядясь, когда все удары абсолютно внук. На этом все. В следующий раз мы будем вспоминать все законы.